Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математики 6 класс автора Мерзяк Полонский и Кир под номером 149. Докажите, что по цифре 1 два числа взаимно простые, по цифре 2 данные два числа не являются взаимно простыми. Вспоминаем правило. Если наибольший общий делитель двух натуральных чисел равен одному, то их называют взаимно простыми. Итак, найдем наибольший общий делитель каждой пары чисел. Итак, по цифре 1. Мы ищем наибольший общий делитель пары чисел 945 и 572. Для этого раскладываем каждое из чисел на простые множители. 945. Число оканчивается пятеркой. Мы знаем, что такие числа делятся на слона 5. 500 делим на 5. 100. 400 делим на 5. 80. 45 делим на 5. 9. 189. Сумма цифр данного числа равна 18. Делится на 3. Значит, и само число делится на 3. 180 делим на 3. 60. 9 делим на 3. Это 3. 63 тоже делится на 3. Получаем 21. 21 тоже делится на 3. Получаем 7. 7. 7 это простое число делится только на себя и на единицу. Теперь разложим на простые множители второе число. 572. Число четное, потому что оканчивается четной цифрой. Значит, делится на цело на 2. 400 делим на 2. 200. 160 делим на 2. 80. И 12 делим на 2. 6. Опять четное число. Делим на цело на 2. Получаем 143. Находим сумму цифр данного числа. Она равна 8. Не делится на цело на 3. Значит, и число не делится на цело на 3. Не оканчивается пятеркой. Значит, не делится на цело на 5. Но мы знаем с вами правило, что если сумма цифр, которые стоят на нечетных местах, равна сумме цифр, которые стоят на четных местах, такое число делится на 11. И у нас действительно сумма первой и третьей цифры равна 4. И число, которое стоит на отчетном месте, четверка, тоже 4. Значит, число делится на 11. 110 делим на 11, это 10. И 33 делим на 11, это 3. 13 это простое число, делится только на само себя и на единицу. Теперь обратим внимание, что общих делителей у данных чисел нет. Первое число делится на 5, второе на 5 не делится. Первое число делится на 3, второе число на 3 не делится. Первое число делится на 7, второе на 7 не делится. И наоборот. А это значит, что наибольший общий делитель равен единице. И тогда согласно определению, так как наибольший общий делитель равен единице, то числа 945 и 572 взаимно простые. Приступим ко второму заданию. Найдем наибольший общий делитель для чисел 1095. И 738. Раскладываем на простые множители каждое из чисел. 1095. Мы уже вспоминали сегодня этот признак делимости. Оканчивается пятерка, значит делится на 5. 1000 делим на 5, это 200. 50 делим на 5, это 10. И 45 делим на 5, это 9. 219. Сумма цифр данного числа равна 12. И делится на 3, значит и число делится на 3. 210 делим на 3, это 70. И 9 делим на 3, это 3. 73. Смотрим, это число не оканчивается четной цифрой, значит не делится на 2. Сумма цифр равна 10, не делится на 3, значит число не делится на 3. Не оканчивается на пятерку, значит не делится на 5. Если мы разложим на слагаемое 70 плюс 3, то первое слагаемое делится на 7, второе не делится на 7, значит число не делится на 7. Так как это число находится в промежутке от 1 до 10, не делится ни на 2, ни на 3, ни на 5, ни на 7, то мы с вами уже доказывали, что такое число является простым. А раз оно простое, то делится только на само себя и на единицу. Следующее число. 738. Четное число делится на 2. 600 делим на 2, это 300. 120 делим на 2, это 60. И 18 делим на 2, это 9. 369, число которое делится на 3. Получаем 123. Опять сумма цифр данного числа равна 6 делится на 3, значит и число делится на 3. 120 делим на 3, 40. 3 делим на 3, 1. Получаем 41. 41 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 5, ни на 7. И меньше 100. Поэтому это число простое. Делится на само себя и на единицу. Обратим внимание, что эти числа имеют общий делитель, и это 3. Так как наибольший общий делитель равен 3, не равен 1, то числа 1095 и 738 не являются взаимно простыми. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...